В Азербайджане продолжает работу 8-й глобальный бакинский форум на тему «Мир после COVID-19», организованный Международным центром Низами Гяндживи под попечением президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева. Вопросы, представляющие глобальное значение, обсуждают гости из более чем 40 стран. Проанализируем ситуацию в нашем сегодняшнем выпуске. Это передача «Глобальная дискуссия», я ее ведущая Анастасия Лаврина. Здравствуйте. На прямой связи со студией у нас сейчас Севенч Фаталиева, депутат парламента Азербайджана. Севенч Фаталиева, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И человек, который в эпицентре событий, Геннадий Бурбулис, советский и российский государственный политический деятель. Геннадий Эдуардович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы у нас на прямой связи, и вы очевидец событий. Вы участник Глобального бакинского форума. Приветствуем вас, во-первых, в Баку. Добро пожаловать. Спасибо. Очень тронут. Севенч Фаталиев, если вы позволите, я первый вопрос адресую Геннадию Эдуардовичу, так как он непосредственно участник самого этого форума. Ваши впечатления, пожалуйста. Как всегда, форум восьмой, а впечатления всегда человеческие, юношеские, лирические, вдохновенные. Потому что очень много знакомых людей, лиц. И такая матрица, которая шокирует глобальный форум о глобальных проблемах, она базируется на уникальном общении конкретных людей друг с другом. Мы научились за эти восемь форумов уже диалогу, мы научились доверить друг другу, мы с интересом и с некоторым темпераментом юношеским ведем дискуссии друг с другом. И программа форума настолько глубока, разносторонняя, что находит интерес каждый, независимо от того, с какой страны, с какой части земного шара он приехал в прекрасную Баку. Атмосфера человеческая, дружеская, межличностная. А проблемы, вызовы, угрозы сложные, труднообъяснимые. И в этом отношении подлинно глобальные. Семен Чханов, я хочу ваше мнение заслушать, как депутат парламента Азербайджанской республики, ваши впечатления от такого грандиозного на сегодняшний день события. Да, безусловно, восьмой глобальный форум события грандиозны не только в масштабах страны, не только в масштабах региона, но и в мировом масштабе. И на это есть ряд причин, что эти причины обуславливают и успешность проведения форума, и тот резонанс, который он создает во всем мире. Здесь в первую очередь необходимо отметить обсуждаемые темы. Это, как всегда, уже традиционно темы, которые затрагивают, беспокоят все мировое сообщество. В данном случае глобальный форум идет под темой «Мир после COVID-19». И тут обсуждаются вопросы нового мирового порядка в постпандемический период. Это вопросы и мировой экономики, и прав человека, и безопасности, гендерные вопросы, даже вопросы, беспокоящие молодежь сегодня. То есть совершенно разноплановые вопросы, которые сегодня, наверное, нет таких стран, которые бы эти темы не затрагивали. Также вторым фактором успешности этого форума являются его участники. И опять же, традиционно на этот форум собираются мировые политики, которые имеют достаточно весомый авторитет, как и в своих странах, так и по всему миру. Мнение которых влияет на формирование общественного мнения, мнение которых весомые. И достаточно, так скажем, идеи и мнения, которые обсуждаются, выносятся на обсуждение, они, безусловно, способствуют решению нахождения выхода из текущих проблем, для обсуждаемых тем. Обмен мнениями, безусловно, способствует стабильности в мире и в регионе. И тут, опять же, необходимо отметить третий фактор, это место проведения форума. Баку, Азербайджан уже зарекомендовал себя на протяжении многих лет как успешная площадка для проведения обсуждений на различные темы. Всегда это темы, опять же, животрепещущие, это темы мирового масштаба, это темы мирового значения, которые имеют важность именно на тот период проведения определенного форума. И также хочется отметить тот факт, что Азербайджан уже имеет опыт проведения различных мероприятий, будь то Бакинский гуманитарный форум, будь то форум межкультурного диалога и Бакинский глобальный форум. У каждого мероприятия есть своя аудитория, есть свой контингент участников, будь то политики, будь то ученые, будь то деятели культуры. И все это, опять же, способствует желанию, в первую очередь, вместе определить будущее, пониманию этого будущего. Безусловно, понимание будущего формируется, в первую очередь, на диалоге, на обмене мнениями и основывается, в свою очередь, на этих дискуссиях. И поэтому я думаю, что в очередной раз восьмой глобальный Бакинский форум также внесет свою лепту в дело, в первую очередь, в борьбе с ковидом, а также с всеми вопросами, которые поднимаются на этом форуме. Геннадий Эдуардович, вы отметили ход событий, так сказать, рассказали нам и о схожих моментах, которые можно провести параллель между глобальным Бакинским форумом 8, который проходит сейчас, и теми предыдущими форумами, которые проходили еще до пандемии коронавируса. Если говорить о важности и актуальности этого мероприятия, этого события, которое проходит практически уже не совсем в постпандемический период, но в момент, когда мир думает о том, как же развивать события в постпандемический период, как возобновлять, возрождать экономику в какой-то мере. Так вот, Геннадий Эдуардович, как вы можете охарактеризовать важность этого события для мировой политики? На ваш взгляд, какую роль может сыграть Азербайджан, азербайджанское государство, чтобы сплотить страны вокруг общих и насущных проблем? У нас вчера была блестящая встреча с президентом Ильхамом Алиевым, и я получил огромное удовольствие от той позиции человеческой, жизненной, политической, которую олицетворяет президент Азербайджана уже, что называется, многие годы. Он очень детально, очень конкретно объяснил, насколько тяжело было для него как главы государства и для всего народа азербайджанского переживать трагедию Нагорного Карабаха и какое значение для сегодняшнего и будущего Азербайджана имеет та победа, которую год назад была одержана, и уже 8-9 ноября будет отмечаться годовщина. Президент Алиев рассказал, какую выдающуюся роль сегодня играет Азербайджан в мировой повестке современного глобального мира. Это и организация непросоединившихся государств, где лидирует опять Азербайджан. Это и перспективы новых транспортных маршрутов, которые открывают для Азербайджана огромный потенциал влияния и воздействия на не только ближайшие, но и на дальние страны. Я был восхищен и очарован вот этой глубокой стратегией конкретных дел, которые сегодня президент и его администрация, и в целом азербайджанская деловая политическая элита олицетворяют и выражают. При этом самый, может быть, сложный вопрос дискуссии на восьмом форуме – есть ли у нас сегодня вера в достойное будущее человечества, учитывая те испытания, которые переносят разные страны в разных формах от этой пандемии. И для меня было таким юношеским очарованием убедиться, что да, никакого упадничества, да, никакого уныния, никаких таких безнадежных взглядов на ближайшее будущее не испытывается. Никто не преуменьшает проблемы, вызовы и угрозы, но есть. Тем более под руководством того же Ильхама Алиева и в целом Азербайджана некая четкая внятная стратегия. И сегодня мы обсуждали вопросы будущего энергетики, выступал министр энергетики Парвиз Шахбазов. Мы оценили ту уверенность и ту гибкость, которую проявляет азербайджанское правительство в этом тревожном вопросе современности. Очень, очень важно и интересно. Есть такая панель традиционная из форума форум, когда из разных стран, и Африки, и Америки, и Азии, и Европы, приезжают молодые, молодые люди, каждый занимающийся своим каким-то профессиональным предметным направлением, и ведут между собой и вместе с нами дискуссию о достойном будущем современного глобального мира. И мне было очень интересно попросить уважаемых молодых коллег, значит, там в 10-15 минут поделиться своим образом будущего, которые они сегодня заряжены, на которому они стремятся. И получилась такая удивительная картина, потому что выступало где-то 8 человек, коллег, и половина из них оказались алармистами, они тревожатся за будущее, они видят, насколько много и сложно проблем предстоит решать. А небольшая часть сказала, да, мы понимаем всю сложность того мира, в котором мы сейчас живем, и развиваемся, но наше будущее в наших руках. И вот я считаю, что вот это один из ключевых девизов и ключевые позиции всего форума. Вместе осмысливаем проблемы, трудности, риски и вызовы, и вместе формируем подходы, варианты и решаем практически эффективно и полезно наше будущее. Совершенно верно. Геннадий Эдуардович, позвольте еще один вопрос вам адресовать. Вы отметили важную роль Азербайджана, то, как Азербайджан на протяжении всех этих лет относился к на тот момент существующему конфликту в соседней Армении, громкая победа Азербайджана, азербайджанского народа, президента Азербайджанской республики Ильха Малиева год назад. Форум проходит практически в преддверии Дня Победы, 8 ноября, День освобождения города США. Говоря о постконфликтном развитии, о том, что вот эта новая геополитическая реальность дает толчок, импульс странам в регионе совместными усилиями бороться над всеми теми трудностями и проблемами, которые в том числе сегодня обсуждаются в рамках Глобального Бакинского форума. Так вот, если говорить о ситуации в нашем регионе, победы Азербайджана, какие это открыло возможности? И, как вы считаете, в дальнейшей перспективе, если говорить немножко масштабно, что это дает странам в нашем регионе? Каким вы видите будущее? Прежде всего, восстановлена была справедливость, которая многие десятки лет была раздражающим и высшей степени вызывающим фактором. Второе. Эта победа, к сожалению, потребовала реальные боевые действия и удалось их осуществить на высшем уровне. И здесь Азербайджан показал свою стойкость и свою ответственность и за попранное прошлое, и за настоящее и будущее. И, наконец, третье. Доказано, что никогда насилие, никогда презрение к правам национальным, государственным, историческим не может быть безнаказанно. Доказано, что миролюбие, добрососедство, диалог, уважение друг к другу были и должны быть основанием нашего международного сотрудничества. И в этом отношении я восхищен вот этой исторической справедливостью. и поздравляю от всей души прежде всего президента Алиева и весь азербайджанский народ с этой блестящей победой. Справедливость восстановлена, возмездие заслужено. Впереди строительство новых мирных добрососедских отношений. Семич Ханом, я хочу и ваше мнение по этому поводу заслушать. Пожалуйста. Во-первых, хотелось бы отметить тот факт, что на восьмом глобальном Бакинском форуме Азербайджан выступает уже несколько в иной роли, в роли страны, которая восстановила свою территориальную целостность. И, безусловно, для нас это в первую очередь меняет определенные подходы к такого рода мероприятиям. Если раньше для Азербайджана всегда главным вопросом на различных площадках, на различных мероприятиях было привлечение внимания мировой общественности к факту оккупации, к привлечению внимания к исполнению резолюции различных международных организаций, будь то Совет Безопасности ООН, Совет Европы и ряд других международных организаций, которые подтверждали факт оккупации азербайджанских территорий страны Армении и призывали Армению к выполнению своих обязательств в рамках этих резолюций. И мы всегда использовали различные площадки для донесения мирового сообщества той истины и, опять же, для восстановления справедливости, для восстановления территориальной целостности нашей страны. И всегда президент Ильхам Алиев, будь то различные международные крупные мероприятия, будь то регионального масштаба мероприятий, всегда говорил об этом. Сегодня наша позиция несколько изменилась, поскольку, опять же, территории возвращены, оккупации положен конец. И сегодня мы говорим о мире, мы сегодня говорим о созидании. И, безусловно, этот факт, он касается не только Азербайджана и азербайджанского народа, но, в первую очередь, помимо нас, это касается и всего региона. И я думаю, что те посылы, которые сегодня, в эти дни озвучиваются со стороны президента Ильхам Алиева на этом форуме и в последний, так скажем, год, они, в первую очередь, имеют, так скажем, своей целью привлечение всего мирового сообщества к процессам мира и созидания, к способствованию налаживания мира между Азербайджаном и Арменией. Мы на протяжении многих лет говорили о том, что готовы сотрудничать, готовы говорить о мире при условии выполнения Армении своих обязательств и при освобождении азербайджанских территорий. Сегодня этот вопрос остался уже позади. И сегодня мы, опять же, наша главная цель это воздействие на Армению, всего лишь признать факт того, что Карабах сегодня под руководством Азербайджана расцветает, Карабах строится заново, Карабах неотъемлемая часть Азербайджана. Если Армения видит свое будущее во всех этих проектах, то, безусловно, это должно начинаться с сотрудничества с Азербайджаном. Сейчас господин Бургулис использовал такую фразу, что «Вместе мы сила». На обсуждении форума это являлось своего рода лейтмотивом, что для решения вопросов мы всегда должны быть вместе. Я думаю, это не случайно, поскольку на протяжении 44-дневной войны и в последующее время для азербайджанского народа лейтмотив «Вместе мы сила» наверное был главенствующим, поскольку именно благодаря единству, сплочению вокруг президента Ильха Малиева, мы добились такого успеха. И сегодня еще раз мы доказываем как и самим себе, так и всему миру, что только вместе, только взаимными усилиями мы можем решить какие-то вопросы. И я думаю, что работа 8-го глобального Бакинского форума является, как и работа предыдущих форумов, является доказательством того, что при желании сотрудничать, при желании быть услышанными и слышать друг друга, безусловно, многие вопросы, многие проблемы могут быть решены. И сегодня, если глобальный форум большей частью посвящается постпандемическому периоду, как бы нам хотелось верить, мы еще не знаем, насколько пандемия затянется или нет, но в любом случае мы сегодня говорим о том, что мы опять должны все вместе бороться с теми вызовами, с теми проблематичными моментами, которые беспокоят всех нас, поскольку в глобальном мире, так скажем, проблемы тоже глобализируются, проблемы идентичные для всех стран. И тут, опять же, вне зависимости от национальности, вне зависимости от представляемой страны, вне зависимости от возраста, об этом говорит и молодежь, и люди более опытные, опять же, необходима дискуссия, которую Азербайджан способен обеспечивать. И тут, опять же, я думаю, опыт Азербайджана и возможность Азербайджана усадить за один стол представителей стран с различными политическими агендами, с различным взглядом на определенные вещи и приходить к общему знаменателю, я думаю, именно уникальность нашей страны и руководство, лидерство, лидера Азербайджана заключается именно в этом. Поскольку на протяжении многих лет мы доказывали тем, что мы являемся своего рода мостом между Западом и Востоком, потому что я активно сотрудничаю с восточными странами, странами Запада. И в каких-то проблематичных моментах между странами Азербайджан также выступает, так скажем, в роли модератора, в роли примирителя и, опять же, в роли площадки, где эти дискуссии, где эти вопросы могут быть решены и обсуждаться. Геннадий Эдуардович, еще один важный момент – это информационное поле. Мы знаем, насколько активно велась информационная война на протяжении десятилетий и как успешно Азербайджан прошел и эту стадию в период 44-дневной Отечественной войны. Сегодня, когда мы говорим о таких громких мероприятиях, как 8-й глобальный Бакинский форум, разумеется, информация о таком мероприятии транслируется практически в СМИ большинства стран мира. Это и в странах Европейского Союза, это и некоторые ресурсы в Соединенных Штатах Америки. При этом многие политические деятели, лидеры, в том числе, скажем, премьер-министры Великобритании, они поздравляют Азербайджан с успешным проведением такого мероприятия и еще раз подчеркивают важность урегулирования конфликта в нашем регионе, а точнее, тот вклад, который Азербайджан вносит в поддержание мира и стабильности, а также развития. Так вот, если говорить про информационное поле, как бы вы здесь на сегодняшний день охарактеризовали успехи Азербайджана? Изменилась ли ситуация, на ваш взгляд, за последний месяц и за последний год? И над чем еще необходимо работать? Геннадий Эдуардович, вы нас слышите? Алексей Азербайджан, тогда я попрошу вас пока ответить, если можно, на этот вопрос. В одном из последних визитов на освобожденные территории президент Ильхам Алиев очень четко определил, так скажем, ход истории проведения такого рода мероприятий в Азербайджане. Потому что, опять же, я вначале об этом говорила, различные мероприятия имели свою аудиторию. Для нас это была своего рода информационная борьба для того, чтобы в первую очередь донести до мирового сообщества те достижения, которых мы достигли, те успехи, которые мы достигли в различных сферах, будь то экономическая сфера, будь то гуманитарная, культурная. И донесение до мирового сообщества исторических фактов об Азербайджане. И в первую очередь история Карабахского конфликта. И я думаю, что сегодня, после того, как территории Азербайджана, территории Карабаха возвращены, благодаря, опять же, доблестной азербайджанской армии, благодаря главнокомандующему Азербайджану, президенту Ильхам Алиеву, я думаю, что в основе всего этого, в первую очередь, мы должны рассматривать несколько факторов. Не будь экономической мощи страны, не было бы возможности оснащать нашу армию, не было бы возможности сделать армию современной, мощной и привлекать в ряды военнослужащих больше и больше людей. Безусловно, те процессы и те проекты, которые проводились на протяжении многих лет по инициативе президента Ильхама Алиева, способствовали тому, что Азербайджан экономически имел возможности как экономически развиваться, в первую очередь, так и создавать мощную военную базу, мощную военную армию. Следующим моментом, опять же, являются дипломатические успехи Азербайджана, потому что именно за счет проведения таких мероприятий мы сумели заявить о себе, сумели зарекомендовать себя как надежные партнеры в различных сферах, опять же, будь то энергетическая сфера, экономическая сфера, будь то культурная сфера, сфера науки, культуры и так далее. И я думаю, что благодаря налаживанию таких тесных контактов на такого рода мероприятия, двухсторонних отношениях, Азербайджан, безусловно, сформировал определенный имидж, имидж страны, который в первую очередь разделяет ценности всего мирового сообщества и который всегда оказывается, так скажем, в первых рядах в решении определенных проблем, которые беспокоят, опять же, не только нашу страну, не только наш народ, но и весь мир. И тут, опять же, есть ряд факторов, которые способствовали тому, что Азербайджан достиг, чего он достиг. Сегодня Азербайджан, как, опять же, страна-победитель, как страна, достигшая определенного достаточно большого веса, как в политической, так и в экономической сфере, во всем, и занимает достаточно важное место на политической карте мира, безусловно, сегодня Азербайджан является интересным партнером для большинства стран мира. Сегодня с Азербайджаном хотят сотрудничество, в этом сотрудничестве заинтересованы. И я думаю, что тот факт, что сегодня, когда в Карабахе проводятся работы по восстановлению этого региона, работы по строительной строительной работы, создание различных объектов, проведение различных проектов, туда привлекаются достаточно большое количество иностранных компаний, иностранных стран, зарубежных стран, которые выражают свою готовность поддержать Азербайджан в этих начинаниях, поддержать Азербайджан в этих инициативах. И я думаю, что благодаря той огромной, колоссальной работе, той крупномасштабной работе, которая проводилась на протяжении многих лет со стороны президента Ильхама Алиева, безусловно, в первую очередь говорит о дальновидной политике, о том, что всему свое время и все, что проводилось, все те проекты, все те мероприятия, которые проводились в Азербайджане, они были не, так скажем, секундными, какими-то фрагментарными мероприятиями, а имеющие достаточно дальновидные планы и перспективы. И мы, опять же, сегодня в этом убеждаемся. Сергей Чехан, справедливость восстановлена. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в соответствии с четырьмя резолюциями Совета безопасности ООН. Восстановил территориальную целостность сам, без поддержки извне, без поддержки международных институтов. Ждали долго, но в конце концов решили все сами, своими руками и своими действиями. Об этом говорят практически все участники форума, активно поздравляя Азербайджан, азербайджанский народ, верховного главнокомандующего президента с такой великой победой. Так вот, как вы считаете, возможно, что этот глобальный бакинский форум и все темы, которые здесь поднимаются, все гости, которые приезжают к нам в Баку и видят прекрасный город, темпы, с которыми Азербайджан развивает не только столицу, но и в том числе возрождает Карабах, который за период оккупации был практически полностью разрушен. Так вот, возможно ли, что международное сообщество каким-то образом может предпринять шаги, чтобы и самим уже сейчас подключиться к процессу поддержания мира и стабильности в регионе? А первое, это указать правительству Армении, руководству, правильный путь, что не нужно жить в прошлом, нужно принять эту новую геополитическую реальность и в самые ближайшие сроки подписать мирный договор с Азербайджаном, начать процесс демаркации, делимитации границ и совместное развитие региона. Еще одной отличительной чертой 8-го глобального бакинского форума является то, что он проводится как раз в преддверии Дня Победы, Дня Освобождения Шуши и все эти, так скажем, дни, которые вошли в историю как самые знаменательные дни в истории азербайджанского народа. И тот факт, что участники глобального форума также посетят Шушу и, я думаю, вне зависимости от того, выражают ли они в своих выступлениях поддержку, поздравляют ли, что делают очень многие участники форума, само их участие на этом форуме, визит, опять же, на освобожденные территории уже говорит о том, что они поддерживают Азербайджан, страны, которые они представляют, поддерживают Азербайджан и в этой победе, и тут каких-то различных мнений быть не может. Мы, опять же, я повторюсь, сегодня то количество стран, которые, изъявляя желание участвовать в деле восстановления Карабаха, безусловно, говорит о том, и опять же, в рамках этого форума обсуждалось, и вообще на протяжении последнего года мы чувствуем поддержку ряда мировых лидеров в тех инициативах и в тех, так скажем, посылах, которые делает руководство Азербайджана сегодня. Посылы состоят в том, что мы говорим о мире, мы хотим мира в этом регионе, потому что мир в этом регионе будет способствовать и решению определенных вопросов в деле стабильности всего мира. И я думаю, что если кто-то не согласен с таким положением вещей, это в первую очередь говорит о непонимании и вообще не совсем, так скажем, непонимании реальности. Тут мы говорим в первую очередь об Армении. Да, сегодня от Армении требуется подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Это в первую очередь в интересах Армении самой. Мы об этом очень много говорим и очень надеемся, что руководство Армении наконец-таки примет эту реальность, потому что живя иллюзиями, живя в прошлом, ничего не добиться и безусловно ситуация, которая сейчас происходит в Армении, все больше и больше усугубляется тяжелое положение армянского народа. И будущее, достойное будущее армянского народа в первую очередь зависит от мира с Азербайджаном, от участия Армении в тех инициативах, которые сегодня Азербайджан предлагает. Это и опять же экономические какие-то проекты, это инфраструктурные проекты. И сегодня мы говорим о готовности сотрудничать. Я думаю, что для страны, которая на протяжении 30 лет страдала от оккупации своих территорий, которая пережила пузиаленскую трагедию, которая пережила этническую чистку своего народа на период оккупации, все это мы прекрасно помним. Но даже несмотря на это, сегодня освободив эти территории своими силами, доказав в первую очередь Армении, да и всему миру свою военную мощь, свою политическую, непоколебимую политическую волю, опять же свой экономический потенциал, сегодня мы не нуждаемся уже ни в какой поддержке различных мировых международных организаций. Потому что мы уже видели, что даже если какие-то резолюции принимаются, они, к сожалению, остаются на бумаге, никакого веса не имеют. Мы сами все эти резолюции осуществили, мы сами все эти решения притворили в жизнь и в первую очередь доказали мировому сообществу о том, что международный закон, международное право должно работать. О том, что недопустимо такое халатное и неуважительное отношение к международным законам. И сегодня, опять же, возвращаемся к тому, что главная цель наша — это создание мира и стабильности в регионе. И основным месседжем во всех выступлениях президента Ильхама Алиева, а также на этом глобальном форуме является донесение до всего мирового сообщества того факта, что мы за мир, мы хотим созидать, мы хотим создавать, мы хотим двигаться дальше. И даже в этом движении будущего, даже в этом построении нового будущего мы готовы видеть Армению рядом, но при условии выполнения определенных требований. Опять же, это подписание мирного соглашения, это признание территории, это демаркация и так далее. И сегодня от позиции Армении в первую очередь зависит их будущее. Я думаю, что нашей главной целью сегодня является призыв к мировому сообществу воздействовать на Армению, просто понять реальность. Катерина Ильича, я просто не могу не спросить вас о одной из панелей, которая прошла в рамках этого форума. Наш уважаемый Геннадий Эдуардович хорошо отметил роль молодежи, и это было в частности заседание Глобального Бакинского форума на тему «Молодежь говорит, мы слушаем». Я бы хотела узнать ваше мнение, как депутата Азербайджанского парламента, насколько в Азербайджане этому течению сейчас в этой новой реальности удается уделять внимание, потому что для Азербайджана молодежь, развитие молодежи всегда было среди первых вопросов, над которыми необходимо работать. Интегрировать молодежь в разные направления, проекты, даже порой в тех или иных политических направлениях молодежь активно принимает участие. Так вот вы, как депутат Азербайджанского парламента, какую роль вы можете отвести нашей молодежи в этот постконфликтный период? Как бы вы охарактеризовали это? В первую очередь, я думаю, что мы сейчас можем охарактеризовывать Азербайджан не как страну, инициирующую молодежную политику, а как страну, уже имеющую достаточно успешный опыт молодежной политики. То есть мы делимся с другими странами тем, как именно? Мы делимся не инициативами, а мы делимся опытом, поскольку на протяжении многих лет молодежная политика успешно развивалась. Все мы прекрасно помним и видим до сих пор, как президент периодически встречается с представителями молодежи, выслушивая их, так скажем, проблемы, которые их беспокоят, выслушивая их, так скажем, какие-то предложения. И на основе всех этих предложений, на основе этих дискуссий формировалась молодежная политика и привлечение молодежи в различные структуры, омоложение кадров по всей стране. Сейчас мы это наблюдаем практически во всех структурах, а также и в парламенте. Все это, безусловно, говорит о том, что та ставка, которая была сделана на молодежь, то доверие, которое было оказано молодежи со стороны руководства Азербайджана, оно, безусловно, оправдывается, оно оправдалось. И сегодня, так скажем, для молодежи нет каких-то преград, есть только открытые двери, есть способность выслушать, и недаром эта панель так и называется «Молодежь говорит, мы слушаем», потому что именно на опыте Азербайджана тема этой панели является, так скажем, реальной, поскольку молодежь всегда услышана, молодежь всегда понятна. Что касается самой молодежи, безусловно, со стороны руководства Азербайджана, со стороны государства проводится огромная работа для реализации потенциала молодежи. Но насколько молодежь патриотична и насколько молодежь способна служить своей стране, своей родине, мы, наверное, не только в поствоенный период этого выделили, а именно в 44-дневную войну, во времена даже еще ранее, вне апрельской войны, апрельских событий. Мы все прекрасно помним, как молодые люди высыпались буквально на улице с желанием защищать родину, возвращать свои территории. И это абсолютно не было какой-то пропагандой, не было никакого привлечения молодежи. Все это было абсолютно по их собственной инициативе, по их собственным желаниям. И это в первую очередь говорит о том патриотизме, в котором воспитывается эта молодежь, дух патриотизма, который витает в этой стране, поскольку те люди, которые рвались в бой, добровольцы, которые шли в армию, они родились намного позже Карабахского конфликта. И тут, если мы говорим о представителях старшего поколения, то, безусловно, они очевидцы этого конфликта, они очевидцы той трагедии, той войны, которая была в 90-е. А эта молодежь, они этого не видели, но все равно боль за, так скажем, потерянные территории, боль за потерянных близких, которых немало, все это присутствует, поскольку это уже история, история нашего народа. И тут, опять же, я думаю, что это взаимное доверие, взаимное уважение молодежи и государства, оно, безусловно, сейчас дает свои плоды. И поэтому сегодня, опять же, мы говорим не о каких-то инициативах, а именно об опыте Азербайджана, успешном опыте молодежной политики, успешном опыте привлечения молодых кадров в различные сферы деятельности. Что ж, Семенч Хану, мы постепенно завершаем нашу сегодняшнюю дискуссию. Мой последний вопрос, а в частности, узнать ваше мнение, вот по какому направлению мы практически, это наш последний эфир перед Днем Победы. День Победы, 8 ноября, уже в понедельник, мы будем его праздновать, отмечать. Конечно же, в душе, в сердце мы помним всех тех, кто пал на поле боя наших шахидов, мы склоняем наши головы перед их родственниками, перед их семьями, перед их подвигами. Но при этом мы также помним и 8 ноября, как год назад весь азербайджанский народ, как в Азербайджане, так и представители нашей диаспоры везде праздновали этот день, как день освобождения Шуши. Год прошел, что вы можете нам поведать об этих эмоциях? Год прошел, наверное, состояние эйфории еще не прошло, поскольку мы всегда верили в эту победу, но что она будет такой скорой, наверное, нам не так верилось в это. Обычно войны длятся годами, если обратимся опять же к истории. Здесь всего за 44 дня мы смогли освободить свои земли, мы смогли как-то убрать эту боль из наших сердец, которая жила с нами на протяжении многих лет. И сегодня опять же то состояние эйфории, когда каждый раз президент Ильхам Алик выступал перед народом, обращаясь к народу с какими-то радостными вестями об освобождении определенных городов, районов. Безусловно, финальным аккордом было освобождение Шуши. Это незабываемо. Я думаю, что ни один азербайджанец, как вы говорите, по всему миру, не только проживающий в Азербайджане, никогда не забудет эти моменты, когда мы со слезами на глазах все наблюдали, слушали, внемлили обращению президента, и все с нетерпением ждали его твитов, опять же, каких-то новостей. Да, прошел всего лишь год, а как будто было это все вчера. У каждой победы есть оборотная сторона. Это потери, это шахиды, эти, так скажем, потери, которые сопровождаются любой победой. Герои будут жить с нами вечно, герои никогда не забываются, и те героические поступки, которые совершались в нашей доблестной армии, то напряжение, опять же, то такое эйфоричное радостное состояние, которое смешивалось с грустными новостями, поскольку мы каждый раз получали, получая какую-то информацию об освобождении того или иного города, того или нового района, мы получали информацию, к сожалению, грустные вести с поля боя, о погибших и так далее. Ну, это война. На войне такое бывает, и опять же, мы всегда будем помнить наших героев, мы всегда будем чтить их память. Они вошли в историю. Они вошли в историю нашего народа, в историю нашего государства, и я думаю, что их семьи, их близкие, как и весь азербайджанский народ, всегда будут ими гордиться. Ну, в первую очередь, мы будем гордиться всегда нашим президентом, поскольку нас к этой победе привела именно его политическая воля. Нас к этой победе привело его мужество, его смелость, и я думаю, что тот именно человеческий фактор, который мы, наверное, это пик был ощущения именно в эти 44 дня, но, безусловно, и сейчас, и в предыдущее время, когда мы все чувствовали, пускай посредством средств массовой информации, пускай даже по твитам, пускай и в момент обращения, мы чувствовали чисто человеческую поддержку от президента. Я думаю, не каждому народу это доводится почувствовать, а нам довелось. И мы действительно счастливый народ, что имеем такого лидера. Мы счастливый народ, что мы являемся очевидцами, живыми очевидцами этой прекрасной истории. И я, опять же, хочу поздравить первую очередь всех с этим замечательным праздником. Я думаю, что та эйфория, опять же, которая сопровождает нас целый год, она будет сопровождать нас еще в дальнейшие годы, поскольку успех этой победы, он будет жить с нами очень долго. Совершенно верно. Спасибо вам огромное, Семенчханам, за то, что вышли к нам сегодня в прямой эфир, поделились своим очень и очень интересным мнением. Тема была интересна, и я уверена, мы еще продолжим ее обсуждать уже и после Дня Победы. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия». Я Анастасия Лаврина. Оставайтесь с нами и до скорой встречи.